Положим руки на колени, сделаем вдох, выдох, закроем глаза, вдох, гляд. Учиться никогда не поздно решили эти мытичинские пенсионерки и теперь с удовольствием посещают занятия в университете третьего возраста. Эта часть программы посвящена борьбе со стрессом, который, как известно, сегодня получить расплюнуть. Восстанавливают душевные, а заодно и физические силы нашей бабушки с помощью индийской гимнастики. Пятое уже занятие у нас и нам очень нравится. Мы даже после своей йоги такие бодренькие, как будто мы спустились из каких-то этих. Знаете, так хорошо нам бывает. Университет третьего возраста разместился в помещениях Мытичинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Его работа началась в январе 2019 года. Вниманию подопечных этой организации был представлен ряд программ обучающего и оздоровительного свойства. Составлено специальное расписание, где можно предложить своим подопечным целе ряд социальных услуг и очень полезных занятий для них для здоровья, для обучения, для развития, для коммуникабельности, для социальной адаптации. Все направления пользуются популярностью, но занятия йогой особенно. На тренировки дамы никогда не опаздывают. Наоборот, приходят чуть пораньше, чтобы подготовиться. Переодеться, расстелить коврики и радушно встретить любимого инструктора. Хорошая, толковая очень девочка. И так нам хорошо преподносит все это. Молодец. И мне нравится. Я, правда, третий раз всего, потому что я не с Нового года начала ходить, а попозже. И мне очень понравилось. Буду посещать регулярно. Инструктора, о котором так тепло отзываются поклонницы йоги, зовут Юлия Анина. Она волонтер фонда «Искусство жизни». Это международная организация, притворяющая в жизнь программы по развитию тела, ума и интуиции в 150 странах мира. Юлия Анина без сомнений готова ответить взаимностью мытищинским пенсионеркам. Вы не поверите, я занималась и с детьми, и со взрослыми людьми. Это самые те люди, которые делают на 100%. Их надо даже, наоборот, чуть-чуть приосанивать, чтобы они не делали чересчур. Закалка, во-первых, Советского Союза. Они все очень ответственные. Они улыбаются, они жизнерадостные. Я от них, наоборот, получаю очень много энергии. Упражнения, которые инструктор предлагает своим подопечным, несложные, но очень полезные. Для нас совершенно другое йога. Для нас, наш преподаватель, чтобы наше тело с нашими познаниями все совмещалось. Поэтому нам очень легко и хорошо. Мытищинские пенсионерки так увлеклись индийской гимнастикой, что планируют попросить инструктора приезжать к ним не раз в неделю, как сейчас, а хотя бы дважды. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». Продолжение следует...